Я тут пару роликов назад рассказывал про Рамзана Ахматыча Кадырова, героя России, академика, который пригрозил какому-то комментатору кирдык сделать. Так вот, родители комментатора, 15-летнего юноши из Дагестана, предположительно проживающего в Подмосковье, попросили у Рамзана Ахматыча прощения. Поскольку это входит в традицию уже в какую-то, я тоже готов заранее попросить у Рамзана Ахматыча прощения искренне, глубоко за все. Но поговорить я хотел не об этом, а о Красной Луне и грядущих днях Откровения. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Да и хочу вам сказать, что когда Бог хочет наказать кого-то, по-настоящему Он лишает оного разума. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, если решите поддержать мой труд. Или посмотрите в мой тикток-канальчик, который иногда выдает замечательные перлы как-то. Встреча с агентом охраны Белого дома и так далее и тому подобное. Забавные моменты. В общем, забавные моменты выдают все. Так, Владимир Владимирович Путин, простите, я очень грязно выругался, собиратель земель русских, он, короче, пообещал выбить зубы тем, кто будет пытаться откусить кусочек от России. Это он сделал после того, как подарил остров Даманский, за который советские войска сражались не на жизнь, а на смерть с китайцами и победили. А он подарил. Это он сделал после того, как подарил там Норвегии кусок моря, кому-то еще что-то. А теперь вот обещает зубы выбивать. Блин, Владимир Владимирович, а у вас все зубы свои или искусственные тоже есть? У меня все свои. Вот, но больше меня поразила Анастасия Ракова. Прошу не прибавлять другую букву к первой ее слова, ее фамилии, чтобы не получилось чего-то скабрезного. Зачем? Достаточно посмотреть на ее поведение. Она первый, она вице-мэр Москвы, то есть ближайший человек к Сергею Семеновичу Собянину. Человек реально крайне близкий. У них совместный ребенок, дай ему бог здоровья. И ни в коем случае гриппозным носом в чужую личную жизнь лезть не собираюсь. Хотя, по слухам, в мэрии целый этаж выделен под детский сад. Вот такой вот хороший папа Сергей Семенович. А Анастасия Ракова, она очень заботливая вице-мэр. И она сказала, что надо взыскивать финансовую ответственность с тех граждан, которые не следят за своим здоровьем. И сказала она это на онкологическом форуме, который сейчас в Москве проходит. Знаете, и вот тут меня слегка, как бы это сказать, затошнило. Затошнило. Потому что Москва это лидер по онкологии. Лидер! Да вы что, вы прокладываете хорду по территории института редкоземельных металлов, где все фонит просто. Люблино, капотня, районы, построенные на свалках. А ваш Лужков, предшественник, обещал вывезти нефтеперерабатывающий завод с территории Москвы. Но вы этого так и не сделали. Ну конечно, один ушел, ротация такая путинская произошла, танковая карусель, второй пришел. И как бы второй за первого не отвечает. Так же вот Путина, когда снимут, следующий кто придет, скажет, ну это все Путин. Затяните пояса потуже, это Путин. Ну да ладно, это маленькие детали, друзья. Но как независимые журналисты, они могут их обойти. А говорят они, теперь я вам скажу, не как журналист, а как вестник. Говорят они об одном. Вот апокалипсис, личный, персональный апокалипсис, каждого упыря начинает приходить. Они говорят, они не могут молчать. А апокалипсис переводится как откровение. 26 мая 2017 года, почти 4 года назад, меня сбил автомобиль прямо около моей редакции. Я стоял не на проезжей части, а на свободной парковке. А вот водитель вот рулянул и меня сбил. Рульнул. Вот. И я провел 3 дня в коме и видел облачный мир. Можете считать это бредом сумасшедшего. Я так не считаю. Я на самом деле объективный наблюдатель. Это часть моей профессии, моего ремесла, журналистики. Наблюдать, видеть. Я вижу, это была не галлюцинация. Ну да ладно, считайте меня сумасшедшим. Но знаете что? Очень скоро будет 26 мая 2021 года. И в этот день будет день красной луны. Одновременно на одну линию встанут Земля, Луна и Солнце. И Луна будет красная. Это будет день большого-большого откровения. И сейчас весь период наполнен этими откровениями. А затем грядет коридор затмений. Сразу несколько значимых затмений произойдут. Я хочу, чтобы вы понимали, друзья. Можно легко, глядя на Глобу, на предсказания Ванги, которыми оправдывают Вайдум в Сирию и прочее. Можно легко сказать, что астрология это ересь, бред душевнобольных или сатанизм. Обливать таких кипящим маслом и гиеноглиным при жизни. Но человек на 70% состоит из воды. И мы с вами прекрасно знаем, что Луна, которая значительно меньше Земли и по размеру, и по массе, она совершает приливы и отливы. Ее гравитация. А на человека воздействие также планеты оказывают колоссальное. Действительно, это так. И если на то пошло, псевдонаукой можно назвать что угодно. Комариный сезон начался, я отмахиваюсь от комаров. Несмотря на тяжелую травму, полученную не так давно, 8 костей, 8 ребер и грудина сломаны. И там сотрясение, но это все мелочи. Я продолжаю жить, тут иначе нельзя и водичку принести и так далее. Но ношу меньше воды. Вот. Такие дела. И хочу вам сказать, друзья, что жить полной жизнью надо до последнего своего вздоха. Что сия означает? Не лгите, прежде всего, сами себе. Не лгите себе про свою натуру. Ставьте себе цели, если вы хотите измениться. Живите одним днем. Одним днем. Будьте готовы к уходу немедленно. Но в то же время смотрите с перспективой в будущее. Но живите одним днем. Вот такие вот дела. Бог дал, Бог взял. Не ропщите. Вот. И грядущие дни будут хорошими для тех, кто стремится к правде. И чрезвычайно плохими для тех, кто пытается эту правду скрыть. А вся их конструкция гнилая, сатанинская, все их грязные делишки рушатся и всплывают наверх. Как нечистотам и положено. Повторюсь вот про Анастасию Ракову, вице-мэра Москвы. Вот человека, который вот неизвестно откуда взялся, из низов откуда-то. Ни образования, ни эрудиции, ничего. И берет вот и говорит такие вещи. А у кого спрашивать нам, когда мы умираем, страдаем, лишаемся здоровья, по их вине? По вашей вине, Ракова. По вине вашего шефа. По вине ваших чиновников. С кого спросим мы, Ракова? Скоро вы узнаете ответ на этот вопрос. Вы знаете, на самом деле, сейчас приходит время, когда ответы на многие вопросы будут даны. Отвечать на вопросы будут те, от кого мы с вами меньше всего этого ждем. Вот так вот. Будет весело и забавно. Что ж, я расскажу побольше о том, что я видел в облачном мире, завтра в утреннем ролике. Посплю с этой мыслью и повспоминаю. Но хочу сказать одно. Лжецов и подлецов и убийц и негодяев в облачном мире не ждут. Давайте будем хорошими. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд. Развлекатели вашего, а то просветителем быть уже нельзя. Вестника, вашего журналиста и обозревателя. Если решите это сделать, в описании ролика вы узнаете как. Я ушел от кролика. Я ушел от кролика. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Что ж, пойду. Подтоплю чуть-чуть печурку, чтобы было тепло. И чаек нагрею. Попью чаек и буду думать о вас хорошие мысли. Вот. И вы старайтесь думать хорошие мысли, потому что, очевидно, режим этот сатанинский, поганый. Он вырождается. Они забрались сами настолько, что не понимают, куда они ведут, куда они идут, чего они хотят. И вот восхваляется культ нелепой силы, которая на деле оказывается бессилием и ничтожеством. Потому что истинная сила, она не в той силе, о которой думают они. Она не в насилии. Она в победе над самим собой. Доброго вечера. Утро, ночи, дня. Утро, ночи, дня.